Мировая война 1853 год, 1871 год Театр военных действий Стороны конфликта Доказательства Добрый день, еще раз всем Сегодня у нас такой форный день Я представляю этот доклад первым из серии последующих докладов На тему мировой войны, которая состояла в 19-м веке Сама тема этой войны возникла Напомню, что долгие годы, уже несколько лет Существуются исследования различными исследователями На предмет того, что существуют определенные воронки Которые они интерпретируют как воронки от ядерных взрывов Ну или от какой-то другой бомбежки Существуют еще какие-то разные артефакты И разные тотальные явления И вот это все вместе позволяет выдвинуть теорию Что происходила какая-то мировая война Я предлагаю со мной по странице моего доклада Посмотри, имеет ли место на существовании такая теория И насколько она может быть доказательной Давайте разберем, что у нас обретает на сегодня на земле И я здесь буду говорить сегодня без излишних доказательств Потому что все доказательства, которые вам необходимы Которые вы можете попробовать затребовать Они будут в своей книге И выходит 25 мая И называется «Власть во власти власти» Но по этой части там приведены все доказательства И более разложные на земле оборудования 22 апреля 2017 года То есть это буквально меньше месяца назад На Международной научной конференции Глава СМАСа заявил, что нужно ждать Рекланированного вторжения Он определил две границы срок этого вторжения Тайный срок это 2025 год Он называют все это, как-то не секрет А вот ближний срок, самый интересный Это то, что это может быть и в ноябре нынешнего года Странно, но мне говорили об этом ноябре 2017 года На эту же схему, что будет зачистка на земле происходить Говорили и все знакомы экстрасенсы Буквально все как один Так вот, смысл в чем? Кто прилетит? Откуда прилетит? И какие формы может иметь война? Чтобы нам понять, какие были варианты и в прошлом Нам, конечно, по привычке мы вспоминаем космос И, естественно, думаем, что прилетят космонавты Инопланетяны или какие-то другие роботы Не знаю, переселенцы Но я сам закончил кафе ракетных двигателей И, естественно, с космосом работал напрямую У нас доступ к секретной части был 18 лет подписан Так что, естественно, я ко всем этим документам имел Ну, не ко всем документам, но в технической части я имел доступ И сам ее конструировал Поэтому знаю, о чем говорю Так вот, современная теория космонавтики Как бы не печально это было даже для меня Слушайте, она не удержит никакой критики Я сегодня заявляю всю время в своих выступлениях И по телевизору, в таких докладах Что никакого космоса нет существует И космонавтика, и таблеф, и миф Но все равно существуют некоторые определенные явления Которые мы фиксируем на пленку Эти явления называются инопланетянами То есть, ну, грубо говоря, НЛО И вот мы видим, как есть некоторые объекты, которые мы объясним не можем Но они существуют, они фиксируются нашим прибором То есть, объективность соблюдается Так вот, предположение такое есть Здесь я, конечно, опираюсь сейчас на экстрасенсорные данные Поэтому о научном участии в данном контексте Разговор, конечно, как бы не идет Так вот, существует у нас здесь несколько параллельных цивилизаций Параллельных не в том, что в измерениях разных Одновременно, но в разном организационном плане Первый – это властелин Это потоки языческих библейских боков Которые многим известны из мифологии Имена их известны, если вот берем русскую или славянскую мифологию Это Свароху, Лада, Верес и тому подобное Как можно поднять доказательства о существовании этих первопредств? Яр, ведь они мифичны, кстати Но от их ремен образованы названия всех северных народов И от их ремен образованы почти все названия современных документов в северной части Евране Второе – серые – это биороботы, которые часто встречаются в Младитающей Талет Мы их видим в разных репортажах Опять, насколько они реальны, вопрос спорный Но то, что их фиксируют в камерах Так вот, серые – это биороботы, которые созданы выше настоящей цивилизацией Для поддержания биосферы Земли То есть, если биосферу Земли раскладывают какие-нибудь аквариумы или террариумы То вот они работники в этом аквариуме Дальше химеры – это различные варианты скрещивания между различными потоками создания Ну и медицина всех форм Это я так, я так показал одно направление, которое в данном докладе нас особо сильно не будет интересовать Просто оно присутствует как творцы в какой-то степени, участники военных действий Так вот, теперь возникает вопрос – кто обитает на Земле? Мы всегда прибыли, вот на наших всех докладах прозвучало одно и то же Что на Земле существует одно единственное человечество, которое монолитно в своем происхождении И находятся по всякой интеграторной вещи, утекающей Так вот, на самом деле на Земле существует человечество Если брать фасфера, эпилологические слова То это обозначение буквально, человечество буквально здоровое И второе – это люди буквально А люди, если брать опять же этимологические слова из фасфера, то это больные, как бы персонажи Не знаю, насколько больные или здоровые Я тут немножко так творчески подхожу И скорее, знаете как, это уровень, ну может быть, менталитетом, уровень мышления, уровень разной творческой части Сейчас вы поймете почему Обращаемся к нашей драгоценной Библии, которую многие любят, которой многие доверяют Сегодня большинство научного исторического мира пытается сделать из нее исторический источник Про что я, например, категорически против, потому что нельзя сказки народных мира класть в основу официальной науки Но, тем не менее, у нас свободные формы с сегодняшнего заседания Давайте посмотрим первую главу о книге «Генетика» Как она вообще должна переводиться, поскольку по-гречески ее называется «Генезис» И какое-то ментатию, это обычная генетика Нас здесь интересуют только несколько цвета Вот красным выделено, вы их видите, сотворим человека по образу и по дупле нашему Где он бог любил человека из себя красивого Дальше, такого же мужчину и женщину одновременно сделают То есть одинаково красивых и мужчин и женщин И смотрите, какой он ему рука сдала Поплотитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте И то есть вы живите в свое удовольствие по всей Земле Все, вопросов нет, и да, действительно, это был день шуток Теперь близко появление людей С ними ситуация другая На восьмой день Бог проснулся и увидел, что на Земле ситуация несколько как бы вышла из-за его управления Она не совсем расходная для человечества, которое он создан раньше И не совсем правильного для функционирования этого глобального аквариума Что он делает? Он взял речь праха земного, сделал одного, которого четко написано было Он не был человеком для возделания Земли И он создал человека для возделания Земли То есть он создал, говоря сегодняшним нашим языком, он создал буквально работника Работника, который должен был пахать, сеять, держать, поливать и тому подобное Ну и потом мы, естественно, делали ему тоже генетическим путем, гелу, для того, чтобы геотану было близко Потом у нас фотография человечества Слева это человечество 70-х годов, которое было на нашей территории Справа это человечество, которое было примерно в то же время на американских территориях Примерно был один и тот же расовый тип И примерно, как говорится, были даже визуально одинаковы Вот теперь этимология слова «люди» Вы сами видите, вот, пожалуйста Ну внизу у нас боец из, видимо, того направления Теперь истоки войны, которая могла происходить в 19 веке Еще раз я говорю, что вот моя личная позиция такая внутренняя, что война была И что современные истории, которые нам говорят про тех же романовых, там еще про кого-то Что это ниже уровня плитуса и ниже уровня сказки Даже мне вот на стык народной сказки сравнивать вот с этой историей, которые говорят о какой-то типа российской империи Смысл здесь вот какой, в истоках войны Значит, для того, чтобы не разбежались все эти работники, Бог насадил рай на востоке А на востоке это Индия и ее Восточная Азия, то есть сегодняшняя Китай и соседние тамошние страны Значит, естественно, граница этого Эдема была для работников, грубо говоря, концлагеря С того времени за ее предел они выходить не должны были И кроме этого они не должны были получать определенные знания, которые были доступны только в человечестве Здесь фрагмент карты Андрея Угьянка, это 1496 год, по-моему, если правильно помню Вот здесь как раз покажут тот самый воротист, четыре реки текута с юга Индии А вот слева сидит Александр, это Александр Македонский Вверху, вот в этой части написано «Гох и Макох, это библейские народы» Стена Александра и написано, что он ее построил для того, чтобы защищать цивилизацию, которая не северова От Гоха и Макоха и от библейских народов Это официальные до 1500 года все карты были такого плана, все абсолютно А в 1500 году, я напомню, произошла революция Коперина, когда он придумал, что Земля стала шарообразной И что она не текла в космосе И извратил полностью и физическую концепцию Земли Ну и естественно, следом за ним потянулись толерантные истории Вот как выглядело на период возможности войны 19-го века отношение к людейским народам Не знаю, почему не ходят с флагами, не пропагандируют свою 100-вековую традиционную толерантность европейские владельцы Но они могли бы на каждом флагере записать такие фотографии, как у них при человеческой зоопарке И не учить нас отношениям с евровидением и того подобного Это тоже год 19-го века, по-другому роды, или работники, которые размещались в Америке Здесь, кстати, очень интересные подписи, многие, наверное, видели эти фотографии Здесь как раз написано, что это и дети, это славяне Здесь написано, что и белые славяне, и другие черные славяне Но самое интересное отношение к тому, что вы видите, что вот тот черный славянин взрослый Он, в общем-то, одет очень даже хорошо И никакой расовой дискриминации, никакой социальной дискриминации, в общем-то, не проглядывается ни на девочки, ни на мальчики Все чистенько, все И даже вот в выражениях их лиц не просматривается никакого эмоционального влутения И видно, что люди живут нормально в обществе, к ним нормальные отношения А не так, как нам сегодня пишут, что там было только для черной кружки, а только для белых, и что там били их, погоняли А где славяне? А что-то не было А славяне? А славяне? Это много, таких открытий, где в 19-м, началом 20-м веке в интернете очень много, там десятками И на некоторых я просто не стал подбирать, но на некоторых прямо написано Это прямое Вспоминаем опять тот Элем, который был насажден на Востоке Мы знаем по Библии, что все-таки Ядам и Ева вкусили от дерева познания И в результате стали другими жизнями, как все остальное человечество Бог, к сожалению, сказал, что они стали одними из нас Чтобы они не творили бед, мы стали живущими вечно, чтобы не вкусили плод от другого дерева От дерева вечной жизни, Бог их выгнал из этого Элема Что дальше произошло? А дальше читать Библию просто Под началом Иисуса Намина библейские народы, адамиды, они пошли с востока в сторону запада И все крушили на своем пути Началась эта война Вот вы видите, вот Иисус Намина Обратите внимание на его головной упор, он сейчас нам потребуется Ну и войне, которую мы учили Когда читаешь, что это законник, где там про Иисуса Намина и еще там некоторые моменты То, конечно, удивляешься тому обиде жестокости, которые проявляли толерантные библейские народы Так вот, в общем-то, это все равно опять мы приходим к сказкам То есть никакой истории с Иисусом Намина естественно не было Никаких рек крови этих не было Все это была такая тотальная сказка, которая заключается в одном главном нище И вот вы видите здесь шесть картинок Все одного и того же героя Вот у вас Иисус Намина, пожалуйста, вот Наполеон, там Александр Вы видите, что все это одно и то же Вот у нас Мил Шабильевич с этим драконом на голове Вот у всех одинаковый Даже вот та треуголка, которая поперек одета Это тоже стилизованный дракон, которого носили на голове И тот захватчик, который с драконом приезжает на какую-то территорию Он символизирует этим, что он идет завоевывать Он идет завоевать И вот тут возникают вопросы Если у нас вообще существует какая-то история, которую нам преподают в школах, преподают в институтах То где ее достоверность? У нас вот шесть картинок, все на одном и том же канале Все с одной и той же позиции руки Даже зовут вот Александр Буки-Львовский Александр по одинаковым Даже медленную статику я не стал писать Это просто, поскольку это не театр был изначально Но смысл в том, что у нас начинается дежаве У нас повторяется один и тот же сюжет На всех венках И возникают вопросы Ну что, зациклили в какой-то машине временечную Насклинил в этих оборотах истории И тут вот интересный момент вспоминаю В прошлый раз в Музакошлой С девушкой со мной здесь общался И она историк по образованию Закончила статистику И я автоматом, вот поскольку в Януаре Поскольку вы уже с 18 лет уже Имеи подписку о допуске секретности Я автоматом вот свой вот этот вот подход На нее вас проецировал Я говорю, а у вас какой уровень допуска? Я тоже думал по-честному, что у историков здесь Есть секретность информации Передовая информация всегда секретится Вот сегодня, который нам показывали, например, ракеты Это уровень 50-х годов То есть сегодня, да, передовая техника, Которая изобретает настройство Я даже ее уже не знаю Но когда я учился, когда была передовая Которая, там такой космос Там, если посмотреть, там точно скажут, Что мы ее сумму привезли Там просто вот каждый день, когда я работал Каждый день шли, изобретения Открыли, ну что, я бы не нарисовал Прям, тут же отправляющих Прям, тут же, в Министерство Обороны сразу же Произорвали официальный ход Поэтому все руководники Таких заводов Они были супер Изобретатели По шесть, по десять тысяч Изобретений у каждого То есть секретная часть Это основа науки И основа правильных знаний А то, что уплывает наверх Ну, показано, на этом, в восточном Что-то изобретело Там, кто-то в тело упал куда-то Ну, это все фигня Это все, блин, проезда И моря Так вот, и здесь была история Я-то думаю, что Мы-то находимся в разновесной Эспектуре И что Сейчас нормальная история Которую учили там Пять или шесть лет Мне скажут Там, вы знаете, по секрету Это не есть При первом допуске Там, такое, такое, такое Оказывается, нет секрет Ничего Оказывается, у историков нет Ничего секретного Интересно А как нет, если За год до этого Историки Историки Закрыли Историки Рассказывали Совсем Они заканчивали Официально Исторический институт Во системе КГБ И Этих институтов Никто не знает Вообще Ответых Так скажем Историков Как они вообще Контактируют Они вообще Наушный конференц Коррелируют между собой Или у них Две песни поедутся Одновременно Вот так вот возникает вопрос И Чем нам Наши Историки Они сказали Что Знакомым Богатым выделяли данные Которые они Проводили Анализ Исторические Распородители За все это время У них Вровод Один Что История Земли создана с 1 марта 1553 года Все Вот земля создана Как единое тело Со всеми народами Со всеми историческими событиями Я конечно честно говоря Был ошарашен Так же как они Но когда начинаешь Подбирать факты То тут Появляется Не то что их шесть А если их всех подобрать Их будет примерно Где-то 50 Так носки Которые Побивают змеи И тому подобное И таких Сюжетов Очень много Теперь Берем Такую чистую Физику открытую Многие знают Ну например нету Деревьев Старше 150 лет По какой-то причине Я сам ездил В Татарстан И разговаривал С первым заместителем Министром Татарстана По лесному хозяйству Детку Много лет Он всю жизнь Занимался деревьями Я не знаю Старше 130 лет Ни одного дерева У меня даже интервью с ним есть Возникает вопрос Куда они делись У них что мыши поели Куда делись стволы Если какая-то волна была Куда делись стволы Почему их нет заваривания Почему нет питьков Понимаете Как вот технари Рассуждают И если явление не было От него должно быть Старше Что его в принципе Можно восстановить Даже если вы сможете Экономия Это 100-300 лет Отдельные Отдельные есть Я всегда говорю Отдельные есть Но имеется в виду Покуляции Большая Покуляция Ну и дальше Просто почитать Я так Немножко озвучу Очень многие События В округе 1858 года И более поздних Например В Красноярске было Первое землетрясение Опять Возникает вопрос Каким образом Первое Он что только Вчера построен что ли Только в Евразии А все остальные Как минус первое Минус второе что ли То есть как это так Мы живем якобы тысячи лет А у нас первое В 19 веке Первое Землетрясение происходит Причем Где в Красноярске Это не самый спокойный Синфекистический Регион Вот берем Чикаго Например Куда делся Как говорится Город Кто его ударил Почему на него пришлось Подобавить Кто его засыпал Почему эти Работы вообще Такого глобального Реплана Они вообще Производились Что было перед ним Допустим Вот этот период С 50 лет В первую очередь Ну последовательную исследователь Почему засыпка Я сам ходил В Москве Снимал И сначала Врагусь Когда ты дома находил Так бы С засыпки А потом И снимать Ну Самый был Вот опять Девятильный момент Когда я ходил Целый день Снимал Подошел к своему дому Которому У меня Как раз 53 Постройки И смотрел Первый этаж Высок Генеральский То есть Его ненормальный Строительный Ну Вы понимаете Никто не будет строить Первый этаж Врывать В землю Чтобы его там Насматривали Человечки Его фасад Так вот В 57 Году Во Франции Был закон Сожжать везде Леса Опять Возникает вопрос Чего ему В 57 Почему А до этого Они еще без лесов Нормально жили В Тюмени Вот отсутствует Дома старше В 1852 года Это кстати данные Из библиотечного Коллектора Благовещенство Вот только основу Подходим С численностью населения Я уже не раз Проводил этот график И показывал Что Ему Нет объяснений Я вот сколько уже Обеседовал с людьми Которые Востоковеды Которые Китай Веды Они не могут Ничего Выяснить Еще Возникли еще Больше Вопросы Вот видите Два перегима Вот это Китай Вот это Индия Это 1900 год Вот в 1900 году Таким чудесным образом В Китае Индии Появилось Население А это как раз Самый регион Где Бог создал Индия И насадил его людей Вот мы можем верить Или не верить Но вот Пожалуйста Официальный график И получается Что действительно Насадил Потому что смотрите Вот это Англия Оранжевая Красная Это Россия Видите Ниотчего не меняется Были воины мировые Не были воины мировые По шесть детей рожали Там по сколько еще Здесь вот по шесть рожали А здесь по одному Вот здесь ровненько А там вертикально вверх идет Возникает вопрос Откуда народ Откуда эти все люди Откуда оно вообще появляется Вот дальше этап войны Начинается здесь Парижская декларация была Потом Данию Данию теряло Фарер Про Соликамск смотрите Интересно тоже В 1847 году проживало Почти 24 тысячи жителей А в 56-м осталось Только 2 800 А через 2 Через 2 Уже опять 25 тысяч То есть возникает вопрос Каким образом все это Замещение населения В городах происходило Не только в Соликамске Я посмотрел Там в принципе Дергается цифра Во многих городах И возникает вопрос Как все по всей территории Так снялись Целыми городами Куда-то убежали Потом вернулись Или они как-то Шахматного порядка Поменялись Или как-то Какая-то война была Ну и дальше Такие вот Отдельные моменты Вот допустим Полтавский битва Здесь В Москве основали Большой театр Якобы он Тот сгорел Ну так как В истории Кто-то хорошо знает Историю Все знают Что если надо Что-то забухлевать внутри Вот там в старых Там все сгорает Бариев сгорел Лондон сгорел Москва сгорел Большой театр сгорел А потом их Типа восстановили Вот сейчас Когда был скандал С Поклонской Когда у нее там Мироточила Кусок мурах Там очень интересные Кадры были Что начали В Крыму Делать Реконструкцию Одного из храмов И прямо У меня есть фотография Старая и новая Так там вообще Другое дело Там никакой Не реконструкции Там опередилка Там даже Багов перерисовали Они вообще не похожи На предыдущий Здесь как раз Начинает появляться Тот пресловутый Александр II Который В общем-то Из которого По официальной версии Россия Начала Выходить На режим Революции И он как раз Начал Чудить Со своими Нововведениями Но что интересно В день Его коронации Вот внизу Написано Последняя Перепись Населения В России Происходила И она Последняя С ним Можно подозревать Что Он Как раз И положил Конец Обычной Такой Нормальной Русской Действительности Когда Через определенные годы Проверялось Население Как-то Подходили То есть Что-то было Словное И опять Это все В эти промежутки Цветные страны То есть Мексика У них Все свои Конституции Начали изобретать Причем Один год Тоже Интернета Не было Скачать Даже Конституции Не Представляете Каким Масштабом События Но самое Интересное Для того Время Это 1858 Гол Пророжен Транссалтлантический Телеграфный Кабель Значит Вообще Мне Убивать Те Кто Те 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 И вот сегодня как раз они являются образцом красоты. Я к чему это говорю? К тому, что где-то 3 назад, вы помните, Собянин очень так резво выступал и говорил, что он не допустит Таджикистана в Москве. Вот 3 года прошло Таджикистан в Москве. Я сегодня даже ходил встретиться в парикмахерскую, ну полный Таджикистан, даже говорят не по-русски. И несмотря на то, что живу в центре, ни монголоидного элемента нет вообще. Я не знаю, куда пропали вообще люди. Меня вообще просто удивляет. Их как вот половили и порезали, что ли? Но самое последнее, на закуску. Мы сейчас тоже несколько месяцев идем в очень такую массированную развядку и никак не можем понять. Ответы на два вопроса. Почему у китайцев нет кладбища? И второе, куда девается у рубежа, китайцы в России? Заговоры молчания никто не знает вообще. Ни на первый вопрос ответить, ни на второй. Нет, ну, варя, конечно, сжигает, но мы же сразу же понимаем, что это не спички. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова